Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Депутаты Совета депутатов округа проверили работу детских школьных лагерей. Мы посмотрели и цеха по приготовлению пищи, и нам рассказали о меню. Видное посетила делегация предпринимателей из Кировской области. Вообще бизнес, связанный с детьми, требует особого внимания и здесь особое уважение. Продолжается приведение в порядок внешнего облика объектов, расположенных вдоль вылетных автомагистралей. Сейчас мы с вами можем наблюдать второй этап приведения этих объектов в надлежащий вид. В муниципалитете продолжается летняя лагерная кампания. Проверили работу детских оздоровительных лагерей, расположенных на базе видновских школ номер 9 и 10. Депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа. Яркие, насыщенные дни и чтобы детям было весело и интересно. Главный девиз лагеря, расположенного на базе видновской школы номер 9. Здесь в основном отдыхают ребята из начальной школы. Поэтому развлекательные и познавательные мероприятия организованы с учетом возрастной категории. Лагерь наш работает с 8 до 18.00. В 8 часов мы встречаем деток. Они приходят на площадку. У них самое первое – это утренняя зарядка. Затем после зарядки поднимается завтрак. Прогулки, мероприятия. Каждый день распланировано у нас. В смене два отряда по 30 человек. Для детей обустроены комфортные классы для занятий и отдыха. Побывали в летнем оздоровительном лагере и пообщались с ребятами депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа. Мы сегодня посмотрели несколько направлений. Прежде всего, это, конечно же, безопасность, чтобы детки были защищены от любых невзгод. Ну и потом посмотрели и хозблок, посмотрели там, где готовят для детишек. Ну и, конечно же, вместе с ребятами провели время на улице, порисовали чебурашек. Далее народные избранники отправились в видновскую школу номер 10, где уже 8 лет функционирует летний лагерь «Десяточка». В этом году, кроме лагеря «Десяточка», в котором находится 180 детей и у нас 5 отрядов лагеря «Десяточка», в этом году мы еще выиграли грант на умные каникулы. Мы единственная школа в районе, которая имеет этот грант, и наши дети получают занятия по пяти направлениям – культурное, интеллектуальное, патриотическое, спортивное. Дети с удовольствием приходят на занятия и получают занятия по расписанию. Депутаты побывали на спортивных, творческих и психологических занятиях. Посмотрели, как ребята активно участвуют в патриотических играх. Действительно, очень хорошо организовано для детей досуг. В «Десятой школе» мы видели несколько мероприятий, связанных с сборкой и разборкой оружия. Это сейчас очень актуально и интересно. Я смотрю, что дети даже в очередь становятся для того, чтобы пройти данное обучение. Плюс мы увидели музыкальные номера, которые здесь тоже ставят с педагогами, и дети активно участвуют в этой истории, поют песни. Депутаты Игорь Коршаков и Василий Осокин особенно отметили качество питания и режим дня детей. В процессе посещения двух лагерей, при девятой школе и при десятой школе, можно отметить, что, в принципе, мы посмотрели и цеха по приготовлению пищи, и нам рассказали о меню, составлении меню. В принципе, они соответствуют сегодня всем санпинам. Дети находятся здесь практически с 8 часов утра и до 16 или до 18 вечера. У них в режим входит трижды питание – это завтрак, обед и полдник. То есть полностью соответствует всем требованиям, какие необходимы для детского возраста. Первая летняя лагерная смена продлится до 9 июля. Стоит отметить, что в десятой школе также предусмотрена и вторая. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Семейный бизнес широко развивается как в Ленинском округе, так и за его пределами. Для презентации собственных проектов и обмена опытом с местным бизнес-сообществом «Видное» посетила делегация предпринимателей из Кировской области. Как прошла встреча, узнала Инга Инчук. Наша торговая промышленная палата растет просто вот с каждым днем. И прибывают в этой палате молодые люди со своим новым бизнесом. Во Дворце культуры «Видное» прошла встреча делегаций бизнес-сообщества из Кировской области с представителями торгово-промышленной палаты Ленинского округа. После собрания гостей ожидала обширная программа и экскурсия по бизнес-точкам предпринимателей торгово-промышленной палаты. Первым местом стал детский сад. Когда я его открывала, я даже и представить не могла, что это будет таким большим моим семейным делом. Марина и Алексей Коняхины открыли семейный бизнес 12 лет назад. Детский сад стал не только местом, где можно оставить детей на время работы, но и досуговым центром, где каждый ребенок развивается, а также приобретает новые навыки. Он является, можно сказать, социальным садом. То есть то, что оказывает социальную поддержку детям, чтобы дети имели возможность ощутить персональное непосредственно на себя воспитание со стороны профессиональных наших воспитателей. Члены делегации положительно отозвались о семейном проекте Марины и Алексея. Сама образовательная среда, она выстроена так, что детям есть где поиграть, есть где и чем заняться. Видно, что материалы хорошие. И сама руководитель этого детского сада и руководитель, они очень заинтересованы. Поэтому семейный бизнес делать так, как для своих детей. Поэтому здесь это все видно и очень здорово показано. Воспитывать детей в счастье и в радости, это Академия Счастья, это действительно важно и ценно. То есть когда мы заложим хороший фундамент, хорошую основу в детстве, в дальнейшем эти дети вырастут очень успешными. Вообще бизнес, связанный с детьми, это требует особого внимания и здесь особое уважение. Потому что здесь не просто бизнес, а здесь именно это что-то врожденное, это любовь, это призвание. Светлана и Кирилл Федотовы показали гостям из Кировской области салон красоты. В нем есть все необходимое, что используется в бьюти-индустрии. Светлана рассказала, визит делегации она ждала с трепетом, поскольку сама любит узнавать внутреннюю кухню других бизнес-сообществ. Внутри этого сообщества принято делиться какими-то секретами. Поэтому как только нам сказали, что к нам едет делегация, мы с удовольствием сказали, что да, мы примем. И я сегодня расскажу все, что знаю, с чем-то, может быть, кому-то помогу. Взаимодействие тоже какое-то будет. Экскурсия по предприятиям представителей бизнес-сообщества Ленинского округа позволила гостям из Кировской области увидеть успешные примеры реализации семейных проектов. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе продолжается большая работа по приведению в порядок внешнего облика объектов, расположенных вдоль вылетных магистралей. В Ленинском городском округе такими являются трасса М4 Дон и Каширское шоссе. Сотрудники администрации округа на постоянной основе проводят мониторинг крупных торговых центров, рынков, придорожных кафе и магазинов. Сейчас мы с вами находимся на Каширском шоссе. Здесь у нас в районе поселка совхоза имени Ленина расположены объекты торговли. Сейчас мы с вами можем наблюдать второй этап приведения этих объектов в надлежащий вид и обновление их архитектурного облика. На данный момент здесь ведутся работы по демонтажу павильонов. А к концу июля планируется установка новых, которые уже будут соответствовать всем требованиям действующего законодательства. Естественно, не ограничится это просто, что снесли старый, поставили новый. Также будет благоустроена прилегающая территория, уложено асфальтовое покрытие, будут установлены урны в соответствии с правилами благоустройства. Будет территория прилегающая также приведена в соответствие. Валетные магистрали – это лицо области и округа. Поэтому благоустройство территорий у автодороги должно соответствовать высоким стандартам. Собственники это понимают и в большинстве случаев идут на конструктивный диалог. Несколько дней назад в Дрожжино на улице Южная произошла трагедия. Нарушив правила дорожного движения, подросток выехал на пешеходный переход на велосипеде и попал под колеса грузовика. Вместе с сотрудниками госавтоинспекции наша съемочная группа съездила в район рокового перехода и на месте посмотрела, можно ли было избежать трагедии. Внимательно быть в Беларовой территории, потому что у детей каникулы, велосипеды, самокаты. И бывают из-за машин, выбегают, мячики, футбол играют. Так что повнимательней, всего доброго. Очередной рейд сотрудников госавтоинспекции в Неплановой. Несколько дней назад на этой в целом не очень загруженной дороге в Дрожжино на пешеходном переходе вблизи дома номер 5 по улице Южной был сбит подросток. Возраст мальчика был 15 лет, значит правила он немножко не соблюдал. С тротуара съехал на велосипеде, хотя в правилах дорожного движения написано переходить только пешком, по сторонам не посмотрел. В результате мы имеем трагедию, плача, родители, беда. Сейчас перед пешеходным переходом сделана искусственная неровность. Правила предписывают водителям сбавить ход перед пешеходным переходом, тем более, что здесь обзор и для водителя, и для пешехода ограничен стоящими автомобилями. Для того, чтобы пересечь, необходимо половину полосы пройти, и потом посмотреть на левую сторону. Я каждый день хожу... Давайте, кстати, попробуем, прямо выйдем, да? Да, вот, пожалуйста. Вот, чтобы выйти, вот я ее веду. Здесь вот, видите, вот эта вот первая газель, которая стоит, она еще, ну, грубо говоря, у нее кузов маленький, а вот дальше за ней стоит газель, у которой большой длинный кузов. Если та газель, которая стоит дальше, будет стоять поближе сюда, то мы вот будем доходить вот до этой части и потом выглядывать и смотреть, едет здесь машина или нет. А если она будет ехать на хорошей скорости, как бы на быстрой, то, может, и не успеет затормозить, и вот произойдет то, что произошло. Но, как указали местные жители сотрудникам госавтоинспекции, не только пешеходный переход является опасным местом. Недалеко, в нескольких метрах от дороги, расположена детская площадка. Играли в футбол, мячик выкатился за пределы детской площадки. И один миг хорошо водитель среагировал, замедлил ход. И мальчик взял мячик и пошел. Ну и мы решили провести небольшой следственный эксперимент. Вот в этом нам помогут маленькие местные жители. Начали! По словам местных жителей, проблема купируется легко. Было бы желание. Мы очень долго уже уговаривали управляющую компанию поставить нам хотя бы хоть какой-нибудь забор. Но, к сожалению, уже больше года нас не слышат. Они сказали, что они могут вообще убрать у нас поле, чтобы детям негде было играть мальчик. Отличный выход, да? Да, замечательный выход. Надеемся, что управляющая компания прислушается к просьбам жителей, не дожидаясь очередной трагедии. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Местная певица и активистка Мила Сила организовала в социальных сетях группу ЗДИ для сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Волонтерской деятельностью она занимается уже два года. Наши бойцы ее знают и уважают. В этом году в мае она отправилась в зону боевых действий. Милу пригласили участники СВО спеть для раненых бойцов в медицинском батальоне на Донбассе. Вместе с ней на концерте выступали местные исполнители. Это очень нужно, потому что после того, как мы выступили, они нас поблагодарили, и у них поднимается дух патриотизма. И они как будто, знаете, забывают, как бы ни было, да, но хочется вернуться в то, что как бы ни было, надо веселиться и поднимать дух бойцов. Кроме того, волонтерское движение «Орда» передало участникам СВО гуманитарную помощь. После концерта наши солдаты вручили музыкантам памятные дипломы за их волонтерскую деятельность. Мила не собирается останавливаться на этом. В планах продолжать свою творческую и полезную работу. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok